Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем говорить о some, any, no, every и всех их производных Все эти some, one, something и так далее И возможно у кого-то после всей этой таблицы И всего этого, того, чего было в первой части Возник закономерный вопрос А простите, как мне знать, когда мне употреблять Допустим в повествовании some, а когда мне употреблять any? Где логика? Как я это буду знать? То же самое в вопросе Почему здесь any, почему здесь сам тоже? Где логика? Где, собственно говоря, мне узнать это всё? И иногда это, возможно, не важно Но иногда это важно Иногда это вопрос правильного ответа Или чего ещё Ну и, возможно, кому-то это действительно хороший вопрос И дело в том, что не всё так однозначно И сами any, это прямо, ну я не знаю, даже целая такая вселенная В которой есть свои особенности В которой есть свои, как говорится Среди some и any есть сферы, где они пересекаются А есть такие вещи, на которые способен только один из них Итак, сам Я выделю его вот так вот Это своего рода такой центр притяжения будет Итак, где употребляется сам? Первое Естественно, он употребляется в утверждениях Утверждения В самом общем понимании этого слова Утверждения Вот Есть Хорошо Утверждения Далее Что у меня ещё может быть? Кроме того, сам может употребляться ещё в вежливых просьбах Во как Что такое вежливая просьба? По сути, это может быть либо утверждение, либо вопрос Поэтому вежливые Вежливые То есть там есть слово please Там ещё какие-нибудь what, good И в общем всё такое Вежливые просьбы Вежливые просьбы Значит, это что-то среднее между вопросом С одной стороны И с другой стороны Это тоже может быть запросто считаться утверждением И так и этак Далее Что ещё может быть? Где ещё может употребляться сам? Кроме того Сам может употребляться в специальных вопросах Да, вы не ослышались Правильно Сам может употребляться в вопросах Мы так долго говорили, что никаких вопросов сам быть не может Но дело в том, что может Но это вопросы с вопросительными словами Что, где, когда, почему и всё такое Специальные вопросы Спецвопросы Что, где, когда и всё такое Там может и нужно употреблять только сам И кроме того Сам имеет ещё одну сферу влияния И это Общие вопросы С ожиданием ответа Да Во как Как интересно Значит Общие вопросы Вопросы Общие вопросы С ожиданием Положительного ответа С ожиданием ответа Да То есть Я задаю вопросы Я уже знаю заранее Что человек будет согласен Но Далеко не всегда Сами понимаете Не всегда так может быть Но тем не менее Вот в ситуации Когда я на 100% уверена Что человек согласен Это В таком вопросе Будет употребляться сам Далее Что касается Энни Энни Это Своеобразный тоже персонаж Энни У него своя вселенная есть И он там Значит Что у него может быть Он может употребляться Если у него Если ситуация Когда Общий вопрос В самом общем смысле Этого слова То есть Общий вопрос Если ответ не ясен Вот так вот Общий Вопрос Если ответ не ясен Если О это не если Если ответ Не ясен То есть Это может быть да Это может быть нет Это может быть что-то такое Риторический Какой-то вопрос Поди знай Какой на него ответ будет И Мало ли Всякое такое может быть Поэтому Если здесь у меня Допустим ответ да То здесь ответ Непонятно какой может быть Далее Что еще Где еще может Энни употребляться Энни может тоже Употребляться В утверждениях Да Может Утверждение Утверждение Но В какой роли В роли Значит Утверждение В смысле В смысле Хоть какой-нибудь Ну дай мне хоть что-нибудь Ну дай хоть какой-то карандаш Ну Нет там зеленого карандаша Ну дай хоть какой-нибудь В смысле Хоть какой-то Хоть какой-то Вот если у вас есть такое Если вам надо сделать акцент Что вам в принципе все равно Что вам подойдет что угодно Можете ставить Энни в утверждение Далее Ну и естественно Он употребляется в отрицаниях Отрицаниях Отрицания Сейчас я его нарисую О Вот так Отрицание Так Каким цветом у меня будет отрицание Ну пусть оно будет зеленое Красное пусть будет Вот Отрицание Но в отрицаниях Не просто В отрицании А с нот Обязательно Должна быть частица нот С нот Вот тогда Это его законная сфера Деятельности Это что касается Энни Энни вот такой тоже своеобразный Есть у него что-то общее Сам Конечно есть Этот употребляется в утверждениях В основном И этот употребляется в утверждениях Иногда Этот употребляется в общих вопросах Редко, но бывает Если я уверена, что ответ да И этот употребляется в общих вопросах Когда непонятно какой ответ Вообще меня ожидает Этот употребляется с отрицаниями Этот никогда в жизни не употребляется с отрицаниями, но зато вежливые просьбы и спецвопросы – это его сфера влияния. Далее, что у нас ещё? У нас ещё есть интересный персонаж Ноу, с ним всё просто. Он может употребляться, естественно, только в одной сфере. Это отрицание. Всё, больше нигде и никогда. Это радует, что с ним так всё просто. И ещё один интересный персонаж – это Эври. Этот всеядный, и он может употребляться со всем, чем хочет. Ему всё равно. Эври может стоять с утверждениями. Утверждения. Утверждения. Вот таким образом. Кроме того, Эври может стоять с чем? Правильно. В любых вопросах, хоть в общих, хоть не в общих, ему всё равно. Если надо поставить, ну что ж, ставим, что делать. Значит, могут быть общие вопросы. Общие вопросы. Пожалуйста. Он к вашим услугам, его можно употреблять. Можно ставить в специальных вопросах тоже. Пожалуйста. Он тоже будет не против. Специальные вопросы. Спецвопросы. Спецвопросы. И кроме того, он может быть ещё и в отрицаниях. То есть, как видите, абсолютная всеядность, полная вседозволенность, что хочет, где хочет, там и стоит. Единственное, ну вот с вежливой просьбой. Вот там его нет. Но есть хоть одно место, где его нет. Значит, это отрицание. Вот такое вот дело. Значит, говоря при этом some, any, every и всё такое, я имею в виду не только сами эти слова, я имею в виду также их производные. То есть, это something, someone, somebody и так далее и тому подобное. Точно так же everybody, everyone, everything и так далее. Здесь no, nothing, nobody, no one и так далее. Anybody, ну и всё такое. Я думаю, и так всё ясно. Вот такая вот штука. Между ними, как видите, довольно много общего. С другой стороны, между ними есть и различия. Есть вещи, с которыми некоторые из них никогда не употребляются. Есть вещи, с которыми употребляются почти все. Any с утверждениями, some с утверждениями, every с утверждениями. Any употребляется с общими вопросами, some с общими вопросами, every с общими вопросами. Some со специальными вопросами, every со специальными вопросами, every с отрицаниями, no с отрицаниями, any с отрицаниями. Вот такая вот картина. Вот с вежливыми просьбами никто не хочет употребляться, кроме сам. Я обязательно сделаю упражнение и не одно на эту тему, потому что тема нужная, как бы то ни было. Поэтому, если кому-то надо, смотрите дальше. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.